Возить без аварии, беречь людей и транспорт. Этому принципу придерживаются пять лучших водителей кемеровской автоколонны номер 1237. И за это сегодня им вручили ключи от новых автобусов. Транспорт привезли из Минска по соглашению Кузбасса и Белоруссии. Железные машины за 24 миллиона рублей марки МАЗ-103 оборудовали спутниковой навигацией ГЛОНАСС, которая точно определит местонахождение транспорта на дорогах. Двигатель Мерседес будет экономить топливо, тахограф проконтролирует умеренную скорость на дорогах и пробег. А ступени автобуса не станут преградой для людей с ограниченными возможностями. Теперь инвалиды коляски спокойно, без посторонней помощи заедут в автобус и займут место наравне со всеми. Маршрут мы выбрали самый напряженный, самый нужный для горожан. С микрорайонов ИПК, до Буберовского рынка, практически через весь город. Этот транспорт действительно комфортный и хороший. Вадим Заянов за баранкой почти 25 лет и все эти годы уверен одному маршруту. Автобус номером 103 один из самых популярных в городе. Вадим признается, в последние годы ездить стало гораздо сложнее. Работаем и по 8, и по 12 часов люди у нас, полуторщики. Конечно, тяжело стало работать. И движение, ну, много неопытных водителей, потому что, как говорится, обучили их, сели они, поехали. И, конечно, создаются эти аварийные ситуации. По словам водителей автобусов, возят они в основном льготников, а большинство кемеровчан предпочитают маршрутные такси. На кафедре автомобильных перевозок КУСГТУ провели исследование и выяснили, маршрутки на самом деле ездят чаще и быстрее. 13 минут в среднем интервале маршрутных такси в час пика, в непиковое время 18 минут. У автобусов интервал 30 минут в пиковое время и в межпиковое более 50 минут. Но скорость еще не значит безопасность. Водитель со стажем Владимир Кочнев за рулем с 1974 года. И знает, маршрутные такси могут устраивать гонки между собой, забывая о пассажирах. К тому же техническое состояние пазиков оставляет желать лучшего. Таксопарк редко обновляется. Ремонтная база должна быть в любом предприятии. Но только факт, что как она снабжается, ремонтная база, вот это уже вопрос. Это у каждого по-своему. Здесь я ничего сказать не могу. С обновлением автобусов проблем нет. В области действует губернаторская программа «Транспорт». В ближайшие дни еще пять белорусских машин уедут в Новокузнецк. Всего же в этом сезоне планируют выпустить на дороге 36 автобусов общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Водитель Вадим Саянов убежден, его транспорту торопиться некуда. Каждый рейс строго по расписанию. И нет возможности полихачить, в отличие от маршруток. Возникают пробки, задержка, транспорт скапливается. И конкуренция идет между собой, потому что они друг за другом получаются уже. И конечно, у них тоже есть своя сложность работы. И поэтому по необходимости, непринужденно они уже нарушают. Доставить пассажиров до места назначения живыми и здоровыми – главная задача водителей. Когда на наших дорогах появится достаточное количество обычных автобусов, в Кемеровчане поймут, что ездить в них гораздо комфортнее и главное – намного безопаснее. Диния Аюбова, Константин Червяков. Новости моего города.